МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2025 года в Тюмени их планируют построить как минимум 6, причем 5 из них обещают сдать в ближайшие 2 года. В общей сложности через 7 лет в дошкольных учреждениях областного центра будет примерно на 2000 мест больше. В 2019-м ввод детских садов запланирован в Ямальском-2, в районе улиц Мебельщиков и в микрорайоне Суходорье. Еще через год новые здания будут построены в Войновке и в Ямальском-1. В жилом районе Плеханово срок ввода еще не определен. О начале и завершении стройки там можно будет говорить только после передачи земельного участка из федеральной собственности. Работы начались на лесобазе в районе улицы Мебельщиков. Площадка под забивку, свай уже готова. После установки крана бригады приступят непосредственно к самой стройке. Это новый проект. Мы пытаемся разнообразить наш перечень тех типовых проектов, которые у нас есть. Во-первых, и по материалам стен. Это будет панельный детский садик. И, соответственно, по вместимости. Потому что земельные участки все разные. А вместимость детского садика, она зависит еще и от площади земельного участка. Этот детский сад соберут как конструктор. Стены для него готовят на заводе ЖБИ-3. Отсюда увозят уже, можно сказать, тюнингованные панели. С окнами, прогрунтованные. Их остается только смонтировать и покрасить в нужный цвет уже непосредственно на стройплощадке. Используется плотер, которого закладывается чертеж. Электронная версия чертежа. Плотер рисует геометрические размеры. И в том числе закладные детали, где должны быть располагаться. И все, после чего ставится магнитная палубка. И после этого изделия формуются. И после пропарки, то есть тепловой обработки панели, стол поднимается кверху и изделие снимается с краном, снимается с данного стола и везется на постотделке. В этой технологии исключены полностью все мостики холода. То есть нет мест для промерзаний. Полностью наружный фасадный слой отделен слоем утеплителя. По соседству с новым детским садом в районе лесобазы планируют построить еще и школу на полторы тысячи учебных мест. Новостройку обещают сдать в 2021 году. Через три года новые здания появятся также в районе улицы Янтарная Бориса Житкова, Зелинского, Менделеева, в микрорайонах Ямальский, Европейский, Казарова, в жилом районе Мыс. Кроме того, есть планы по возведению учреждений в микрорайоне Плеханово и в районе улиц Ямская-Белинского. Однако срок ввода в эксплуатацию там еще не определен. Основной объем работ начнется только в 2019-2020 годах. Сейчас же строительство школы в областном центре ведется пока только на одной площадке. В районе улицы Янтарная Бориса Житкова. Она будет точной копией нового корпуса 49-й гимназии в Ямальском-2. Закончили штукатурные работы. Заканчиваем работы по устройству стяжки и начинаем малярные работы по отделке помещений. Снаружи ведем подводку инженерных сетей. На сегодня мы закончили наружную теплотрассу и начинаем укладку канализационной трубы. В конце месяца планируем подвезти водопровод. Мы планируем за зиму закончить чистовую отделку внутри помещения, подготовить школу к передаче эксплуатации, чтобы в летний период они завезли мебель и сформировали свой учебный процесс. Новая школа станет вторым корпусом, действующий 65-й. В новое здание переедут порядка 400 ее учеников и еще 800 ребят, которые сейчас распределены по другим учебным заведениям. Детям, которые проживают в микро-районе Витный, в микро-районе Суходольный, то есть это улицы монтажников, новые дома, Бориса Житкова, Янтарная, Линейная, у этих детей в настоящий момент нет шаговой доступности школы. Детей сейчас очень много и, соответственно, наполняемость классов очень высокая. Для сравнения, за последние 7 лет в областном центре было построено и введено в эксплуатацию в общей сложности 8 детских садов и школ. И для города это было довольно ощутимо. Так что можно себе представить, насколько еще разгрузятся дошкольные и образовательные учреждения города после реализации планов еще на ближайшие 7 лет. Это была программа «Новостройка. Главное». О других темах и новостях рынка недвижимости поговорим завтра на канале «Тюменское время» в 16.43. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова